Всем привет, это канал Марина Абдулла. Я получил посылку от фирмы, ну я заплатил деньги свои собственные, gold-диск. Там пришли Blu-ray диски, которые я купил, пять штук, и CD диски. Сколько? Три штуки, вроде. Три вроде бы, да. А еще я купил в одном магазине одну коробочку с дисками, в другом другую коробочку с дисками. И в одной скобке я купил целый рюкзак DVD дисков. Много там. И CD дисков тоже. Но они не показались сильно интересными. Многие из них я еще, конечно же, не просмотрел и не прослушал. Вернее, прослушал я все. Поэтому там есть интересные диски, но как-то вот я их так сразу-то и не нашел. Хотелось вот так компактно и самое-самое вкусное показать. Так что сейчас мы будем смотреть. По каждому диску пройдусь. О, еще один диск. Да, еще один диск, который я хотел показать. Я сейчас его достану тоже. Это будет в фирме Gold Disc небольшая шпилька. Потому что возник вопрос, что за пластинка такая. Сейчас будем смотреть подробно, во всех подробностях. Все крупно. Увидим, что за диски я купил. И, кроме этого, я еще расскажу про сами... Ну, про содержание. Не то, что содержание расскажу, а просто оценю этот фильм с моей точки зрения. Как на меня впечатление произвело и так далее, и так далее, и так далее. То есть, порассказываю немножко. Неспешно, спокойно, в такой ламповой атмосфере. Да. Вот эта пластинка. Лариса Мондрус. В данном случае CD звучит гораздо лучше винила. У меня есть винил Ларисы Мондрус, но там одни сплошные щелчки, шипения, соскоки и так далее. Здесь все чистенько. И вот поэтому диску у меня очень сильный вопрос. Когда я его открыл, я увидел, думаю, ну что же такое? Перевернули. Где картинка-то? открыл, а там и тут картинки нет. Думаю, елы-палы, что это такое? Ну, думаю, надо же как-то посмотреть. Вот тут какие-то цифры есть. Что-то такое вот написано, но неубедительно. Неубедительно. То есть, где тут написано, что это Лариса Мондрус? Непонятно. Вот. И что меня сильно удивило, диск играет очень хорошо. Видно, что запись очень качественная. Вот. Когда я вытащил буклет, посмотрел. Тут все написано. Что-то такое вроде, ну, фирменная пластинка, однозначно. Но чертово колесо на немецком языке поется. Явно там смежные права принадлежат какой-то немецкой фирме. Однозначно. И я так усомнился, что этот диск совсем уж легальный. Насколько он там легальный, непонятно. Какой-то твик, лирик, первая музыкальная издательница, какой-то глотков, рак, гаде, твик. В общем, сильно непонятно. Ну, очень похож на фирменный, но с какими-то непонятными такими вот, ну, вопросами. Почему нет принта на CD? Почему там нет надписи какой-то, как положено. В общем, вот такой диск. Но он меня порадовал качеством. У Ларисы здесь подборка шикарная просто, Мондрус. Это что-то с чем-то. Такие песни вообще. Синий лен. Ой, что там еще? Неужели мне одной? Чудо, дожди. Ты погоди, очень хорошая песня. Так, остальное. Ну, может быть, я по словам... Нет, остальное, наверное... «Простись и пой», да, вот из «Джентльмена дачи», это она поет. «Простись и пой». Та-та-таран. Я очень доволен этим приобретением, потому что данный диск везде отсутствовал, и только вот на этом сайте, на голддиск, я его нашел. Так же, как и этот, пионерские песни. Ну, нигде нет. У меня на виниле есть пионерские песни, они играют хорошо, звучит все прекрасно. Но так как здесь подборка большая достаточно, а на виниле их меньше этих песен, соответственно, кое-каких песен нету. Или они разбросаны по разным винилам. Вот такой здесь принт. Конечно, это детство. Вот Bomba Music. Ну, Bomba Music там все хорошо с авторскими правами, так что это реально фирменный диск. Еще вот цифра 1, значит, еще есть выпуск 2, как минимум. Вот тут одна бумажка. Упрощенное издание, как это называется. И тот, и другой диск связан с моей ностальгией. Лариса Мондрус в меньшей степени, там только фильм «Джентльмены удачи» в основном, еще «Синий лен», ну, может, еще несколько песен. А пионерские песни все время гоняли в пионерском лагере, и, конечно, это связано с моим детством. Очень хороший сборник. На этом же сайте я заказал Наталью Синчукову. Что меня сильно удивило, надпись, что там сделано в Швеции диск. Я так засомневался, но какой в Швеции? Вы чего, за 130 рублей продаете фирменный диск шведский? О, я уже его царапнул. Он был без царапин. Ну, что делать, да? Вот так вот я неаккуратно ими обращаюсь. Действительно, студия «Союз» произведено в Швеции. И когда я его открыл, вот этот принт, вот такой шершавенький, да, вот в те годы вот он такой был. Действительно шведский, шведское издание. Диск был запечатан. Вероятнее всего, партия не вся разошлась. Где-то там завалялся коробочка, может, ее нашли позже, или решили реализовать, или придержать, я не знаю. Вот, я очень люблю эту певицу, Наташу Синчукову, Наталью Синчукову. У меня очень приятный голос. Качество здесь шикарное, но репертуар, репертуар, то есть музыка. Мне песни некоторые, видно, чтобы какой-то халтурщик там написал. Как-то даже вот мне было неудобно за Наталью, почему она выбрала эти песни. На них нужно было отбраковать, там две или три песни вообще никуда не годятся. Особенно некоторые кусочки в этих песенах, это вообще, в этих песнях, это что-то с чем-то. Даже не знаю, какой там автор посмотрел, написал. Я даже смотреть не стал. Просто у меня этот диск по репертуару не очень понравился. Вот этот диск недорого обошелся, двойной, фирменный. Это, это, это наш любимый Юрий Хой. Как он поет! Шикарно! Музыка, простая, слова простые, а слушаешь и нравится. Конечно, у него там матных много песен, но здесь в данном издании мата вроде бы нет. Вот здесь на одном диске самые лучшие его песни. Подборка очень сильно. Туман, Пора домой, лирика, демобилизация, Бомж взял вину на себя. Вот эти вот самые-самые-самые такие. Ну, остальные тоже хорошие. Тешь там, все такое. Первый диск, это вообще раритетные записи, которые были взяты с кассеты, с архива, какие-то старые, самые первые. Где-то их подправили, где-то наложили музыку новую. Вот Война-Луну там вообще все очень хорошо. И Война-Луну очень хорошая песня. Здесь даже тексты есть вот во вкладке. Это, конечно, танантливый исполнитель, композитор, самородок. Одно слово. Прямо почерком Юрия Хоя здесь все написано. Великолепнейшее издание. Звук просто чудесный. Вот там все подправили где надо. Ничего лишнего не тронули. В общем, как в нормальной фирме все сделали. И Варнер Мьюзик. Это очень крутая фирма. Они фуфло не гонят никогда. И если они выпустили Юрия Хоя, значит, они решили, что он того заслуживает, что у него есть популярность. Такая мега крутая, потому что какого-то непонятного человека они не будут издавать. А Юрий Хоя это реально популярный товарищ. Песня-лирика ее сейчас поют. Некоторые думают, что эту лирику какая-то там певица, написала еще кто-то. Вот кто писал эту песню. Лирика это самая такая крутая его песня вообще обалденно. Можно я слушать все время, все время, все время. Она никогда не надоест. Фактически песня про нашу новость. И теперь я добрался до блюрей-дисков. Такая вот упаковка с трех дисков. Покупаешь три диски. И там существенная скидка достаточно. Ну, тысяча рублей за три диска. Фактически цена пиратских дисков у нас здесь. Судя по всему, это не пиратский. Тут какая-то наклейка лазерная есть. Какой-то номер стоит. Ну, первый фильм «Собака Баскервилли». Но и талантливейший артист нехитом Михалков. Он здесь сыграл одну из таких, ну, значим, главная роль, можно сказать, да. Великолепнейший. Он режиссер шикарный вообще. Ну, в общем, его можно хвалить, потому что все его ругают. Сейчас смело можно хвалить. Это будет выглядеть как издевательство. Хотя, хоть я и применил эту интонацию издевательскую. На самом деле, Никита Сергеевич Михалков, чтобы вы знали, очень крутой режиссер. Это раз. Очень крутой артист. Это два. Я его уважаю за фильм «Сибирский цирюльник». Это его режиссерская работа. И за фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это его актерская работа. Там он великолепно сыграл. А фильм «Сибирский цирюльник» он так поставил хорошо, что я его готов смотреть многократно. Если он выйдет на Blu-ray, тут же куплю. Но на DVD не очень хочется. Хочется именно на Blu-ray, чтобы в качестве было. Такую работу надо в качестве смотреть. И вот «Собаку Баскервилли». Ну, этот фильм я смотрел очень много раз. И, естественно, актерская игра там на такой большой высоте. А режиссерская работа, она как бы незаметна. Она уходит на второй план. Но режиссер там такой крутой, что он все это так сделал незаметно, что, в общем-то, актеры вышли на первое место. И все остальное, что там, что было сделано, как-то ушло в тень. Это и называется суперпрофессионализм. Потому что, если бы он сделал что-то не так криво-косо, тогда бы, конечно, актерская игра не была бы такой естественной, как вот здесь. Что стоит Берримор? Овсянка, сэр, понимаете? И все, этот фильм только он бы один сделал. А тут еще и Юрий Соломин, вернее, Виталий Соломин, и Никита Михалков, и Ливанов. Ой, Василий, это вообще что-то с чем-то. Вот еще Купченко, по-моему. Купченко, Купченко Людмила. Шикарная актриса. У нее есть такая роль в фильме «Одинокая женщина желает познакомиться». Вот за этот фильм я ее ставлю очень высоко. Это топовая актриса. Она там так хорошо сыграла. Вот. Фильм. А еще Олег Янковский. Вот он тут. Это мой любимый актер, я вам скажу. То есть фильм многократно заслуживает того, чтобы его посмотрели. Обязательно. Это шедевр советского кинематографа. Шедевр, однозначно. Второй. В упаковке был «Трое в лодке, не считая собаки». Тут тоже актеры очень-очень-очень высокого класса. Ширвинд, Державин, Миронов. И девушки. Ну, девушки, конечно, сыграли. Так, немножечко они. Чуть-чуть где-то переигрывали немножко. Но, наверное, так режиссерам задачу поставил. Сильно не придерешься. Ну и, конечно, Зиновий Герт. Это вообще не артист, а это просто супер-супер-мега-мега-мега-мега. Я не знаю, такое вот обаяние. Шикарный артист. В общем, супер-супер. Фильм, я считаю, тоже заслуживает большого внимания, чтобы его посмотрели. Там и смешных моментов много. В общем, это мой любимый фильм тоже. Верные друзья, это фильм, конечно, шедевр, однозначно. Как тут ставили свет, как тут выставляли кадр, как тут выставляли все. Это школа советского кино. Но вот здесь, вот здесь реально, реально смотришь на картинку и глаза радуются. Смотришь на игру актеров и понимаешь, что они не просто заучили роль, они ее выучили так, чтобы от зубов отскакивало и вжились в нее капитально. И сделали все на высочайшем уровне. Это тройка актеров очень-очень крутых. Очень крутых. Борис Черков, Василий Меркурьев, Александр Борисов. Михаил Калатозов. Да, это фильм-шедевр. Я его смотрел много раз и буду еще смотреть. Я надеюсь. В общем, это фильм, там такая песня есть, там музыка. Конфетка, короче, это шедевр однозначно. Еще один шедевр. Ой, аж мурашки по коже пошли. Мой ласковый и нежный зверь. Почему я купил этот фильм? У меня есть CD-диск с музыкой из этого фильма. Виниловый диск с музыкой из этого фильма. И вот теперь восстановленный на блюрей-диске. Тут и со звуком хорошо поработали. И с картинкой. Актерская игра настолько высшего сорта. Это что-то с чем-то. Главная роль героиня. Совсем молоденькая девушка. Но она сыграла так. То есть ее очень хорошо, четко поставили задачу. Она ее выполнила на пять с плюсом. На пять с двумя плюсами. На пять с тремя плюсами. Это шедевр. Музыка бесподобная. Дога это вообще что-то с чем-то. Кирилл Лавров. Да, это тоже артист. Самая его сильная роль, по моему мнению, это в Мастере Маргарите, когда он Понтия Пилат сыграл. Вот там не придраться вообще. Он сыграл. Прям золотую печать можно ставить на такую роль. Здесь сыграно тоже хорошо. Тоже отлично сыграно. Все. Но в Понтия Пилате он достиг своей вершины, я считаю. То есть он развивался, постоянно над собой работал. И тоже Янковский, мой любимый актер. Ой, все отлично просто. Расскажу случай. Я один раз гулял по Невскому и зашел в ДЛТ. Это был давно. 90-й год, наверное. И там я увидел Кирилла Лаврова. Он какие-то часы там смотрел. В магазине там стали уже какие-то отделы появляться с такими хорошими товарами. Я смотрю, Кирилл Лавров. Я его тут же узнал. Смотрю на него во все глаза. Он на меня поворачивается, и мы встретились с глазами. Понимаете? С Кириллом Лавровым. Я на него смотрю. Он на меня смотрит. Проходит секунда. Две, пять, десять, пятнадцать. И мы залипли. Типа кто кого пересмотрит. Он смотрит на меня. Прям вот, ну, видно, что аж продавливает своими глазами. А я смотрю и смотрю. А что мне не смотреть? Я как раз в это время занимался постановкой взгляда. И мне было интересно, ну, сколько я вытерплю. И вдруг в один момент я понял, я его мучаю вот этим своим взглядом. Не надо бы этого делать. Ну, вот нехорошо это. То есть он смотрит на меня нехорошо. Ему не нравится, что я на него так уставился. И я улыбнулся и отвел взгляд. Хотя я мог еще смотреть очень долго. Очень долго. Я понял, что, ну, неправильно я сделал. Это мне до сих пор стыдно за это. Но я почувствовал на себе взгляд Кирилла Лаврова. Это сильный взгляд, я вам скажу. Ощущение очень сильное. Вот. Так как по мне много тестостерона. Колоссальное количество. Мне очень нравятся сильные такие вот вещи. Когда вот сильный человек. И вот я его как бы вызвал на поединок. И, понимаете, естественно, я уступил. Ну, как бы из вежливости, конечно. Потому что я почувствовал, что я не прав. Не надо такие делать вещи с любимыми актерами. Самая лучшая роль. Нет, не самая лучшая. Так, которая на меня сильное впечатление произвела. Наверное, как роль. Может быть, она не самая лучшая. Это фильм «Братья Карамазова». Это тоже рекомендую посмотреть. Если он выйдет на Блю-ре, я, наверное, один из первых его куплю. Там, конечно, игра актеров вообще просто зашкаливает. И Кирилл Лавров очень хорошо встроился в эту игру. И хотя он был достаточно молодым человеком. Вот так. Это шедевр. Это надо иметь в коллекции. И пересматривать. Фильм очень тяжелый. По Чехову. И, конечно, такой гонетущий. Потому что драматический фильм, все же таки, не комедия какая-то. Но, как там цыгане поют. Вообще, там все очень, очень хорошо сделано. Шедевр однозначно. Ну, теперь мы добрались до козырного шедевра. Это Андрей Рублев. Андрей Тарковский. Здесь, здесь вообще просто учиться, 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 еще раз учиться. Свет, как выставлено, это просто шедеврально. Игра актеров, это вообще на 10 с плюсами, там, я не знаю, зашкаливает. Подборка, все сделано идеально. Декорации, костюмы. Как поставлена композиция, как камера идет. Тут, ну, все просто отработали на всю катушку. Андрей Тарковский получал колоссальные деньги на свои фильмы. И он эти деньги отрабатывал с горочкой. Просто. До сих пор все, хоть кто-то, хоть как-то, связанный с кинематографом, его ставят, ну, если, может быть, не на первое место, то в первую, там, пятерку, десятку он легко войдет. Легко. Это не в советском кинематографе, а в мире. Так что шедевры Андрея Тарковского я хочу купить все на Blu-ray. Хотел купить зеркало вместо Андрея Рублева в первую очередь, но, к сожалению, зеркало уже раскупили. Я купил Андрея Рублева. Ну, надеюсь, позже. Он, кстати, не дешево там стоит, там, 500 с лишним рублей. В магазинах-то, конечно, гораздо дороже получается на сайте. Но тут тоже наклейка. Тоже какая-то наклейка есть, так что у нас фильм. Blu-ray фильмы в первую очередь я, конечно, хочу советские купить. Там с переводами никаких косяков нет. Тогда как, вот, Пьер Ришард. Ну, я купил его в рюкзаках, мне он обошелся 15 рублей. Высокий блондин в черном ботинке, это тоже шедевр французского кинематографа. Здесь перевод сделан, ну, на два голоса. Мужчина и женщина озвучивают. Они не слишком испортили картину этим переводом. Но советский перевод, конечно, бьет все переводы, какие только есть. Я даже думаю, что иногда советский перевод может посоперничать с оригиналом в некоторых случаях. Ну, конечно, французы делали все очень добротно, поэтому я думаю, что там все на уровне. Но, к сожалению, здесь перевод не советский. Картина смотрится очень-очень, наверное, шикарно. Это комедия, великолепно просто, просто вот на одном дыхании. Ну, первый шаг, что вы хотите. Также в этом рюкзаке оказалась вот эта картина «Встадник без головы». Это мои детские впечатления, детские воспоминания. Фильм очень сильный, очень сильный. Вот в таком издании. Здесь нет восстановления, то есть просто с пленки сняли, как есть. И смотришь, как тогда, как будто ты в кинотеатре находишься. И тот же звук необработанный. В 73-м году тут написано «Лидер советского проката», первое место. Ну да. Это фильм был очень сильный. Когда я смотрел его в детстве, прям страшно было, когда вот эта лошадь идет. И музыка такая, все, ой. Сюжет классный. Игра актеров просто бесподобная. Да, здесь уже все хорошо. Это фирменный диск. Вот тут даже нарисованы афиши тех лет разные. Олег Видов здесь красавчик, конечно. Сыграл отлично. Просто великолепно. Да. Ну, к сожалению, он уже ушел от нас. Вот такой фильм тоже тут с наклейкой. Всего за 15 рублей купил. Ну, там в скупке, видимо, кто-то просто пришел, чемодан принес. Может, кто-то выкинул на помойку, кто-то принес, не знаю. И там же за 15 рублей я купил «Девятую роту». Ну, это фильм не советский. Он российского производства. И его снял Федор Бондарчук. Его можно ругать, как приняты сейчас советские, вернее, российские фильмы. Ругают, 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 ругают. Наверное, правильно делают, что ругают. Вот данный фильм ругать не то, что не за что. Есть там, конечно, можно придраться много к чему, но фильм сделан очень хорошо. Федор Бондарчук, как режиссер, показал себя с очень хорошей стороны. Как профессионал, он очень высокого класса. Очень высокого. Фильм шикарный. Его можно смотреть и пересматривать. Ну, конечно, злые языки, они на то и злые. Всегда скажут, что вот там это, он там сынок своего отца, гения. Там на нем природа отдохнула. Ну, вот в этот раз повезло. Может, и отдохнула, но не на нем. Он научился снимать кино. Видимо, он получил какие-то козырные подсказки. Фильм очень-очень-очень сильный получился. То есть, тут, как говорится, этот диск тоже очень хорошо иметь в коллекции. Чтобы, по крайней мере, увидеть, кто на что способен. Какая игра актеров. Вот. Какого же года выпуск-то? 2005. Ага, 2005, да. Еще советские традиции, наверное, не ушли в прошлое, поэтому фильмы еще стали... То есть, еще делали хорошие. Наверное, старые мастера тут поработали, приложили руку. Я так думаю. Какие-то подсказки, по крайней мере, точно сделали. Потому что фильм действительно хороший. Элла Фитт-Жеральд. У меня было две пластинки фирменных. Это певица. Голос уникальный. Всемирная известность и так далее. И вот я зашел в один из магазинов, где продают старую технику. И увидел бокс. Три диска. Его только-только привезли. Конечно, если бы я немножко позже зашел, наверное, его бы купили сразу же. Просто цена смешная. 300 рублей за три фирменных диска. Диски фирменные. Сделаны в Европейском Союзе. Все значки, все хорошо. Все просто отлично. Коробочка такая. Диск тяжеленький. Все как и надо. Рекомендую, кто не знаком с творчеством Эллы Фитт-Жеральд. Это джазовая певица. Послушайте. Не пожалеете. И еще один диск, который я хочу показать. Это хор турецкого. Я купил его. Я не знаю, показывал. Я его, наверное, нет. Хор турецкого я увидел по телевизору. Думаю, как ребята хорошо поют. Думаю, хорошо бы прикупить. И вот купил за 450 рублей. Причем он-то бушный диск. Ну, купил и купил. Потом посмотрел на дискоксе. Оказывается, что это раритет. Что их выпущено было мало. И вообще, это редкость и стоит, в общем-то, гораздо дороже. О, а где третий-то диск? Или тут два? Два диска. А что тогда они здесь делают? Как это так? Подожди. Нет, был же третий. Да. DVD, два CD. А, вот же он. Ага. Надо же отшпилился. То есть тут два CD-диска и один DVD-диск. И еще буклет, где все прописано, как, чего они там делали. Все такое. DVD снят в 1992 году. Качество записи очень низкое. Но зато оно раритетное. И это первоисточник фактически получается. Ну, тот, который можно купить. Саму-то пленку вам не дадут, естественно. И поэтому вот это вот, вот это издание, оно уникальное. То есть здесь и старые записи, и новые записи на CD сделаны. На CD, конечно, здесь качество очень хорошее. На первом диске еврейская литургия. То есть там что-то типа церковного такого. Поют очень хорошо. И еврейские песни. Там уже Хаванагила, Бублички. Все, в общем-то, песни такие широко известные. Что там еще? Шар голубой. Не знаю. В общем, слушаешь эти диски. На одном дыхании. Самое интересное, у этих ребят подобраны голоса таким образом, что когда их слушаешь, просто наслаждаешься, что они поют, такое созвучие выводят вот это все. В общем, я поклонник любых народных песен. В том числе и еврейских, и казахских, и монгольских. И каких только. Я очень люблю народное творчество. Потому что оно отшлифовано с годами, и всякая шелуха остается за бортом. И доносится до нас из глубин веков только самое-самое интересное, самое лучшее. И поэтому ты уже там слушаешь и понимаешь. Это уже, как говорится, просеяно все, и там только сливки. То есть слушать очень вкусно. Рекомендую вам хор турецкого. Если где-то наткнетесь, увидите, покупайте смело, не пожалеете. Так, на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Шедевр на шедевре шедевром погоняет. Ты даже не знаешь. Вот еще некоторые диски я не распечатал. Предвкушаю просмотры. Собаку Баскервилле еще не распечатал. Все диски я все прослушал. Я их сюда в первую очередь стараюсь слушать. И получил колоссальное удовольствие. Особенно от Ларисы Мондрус. Ну, от Юрия Хуэта, само собой. Наталья Синчукова меня порадовала голосом, но репертуар, к сожалению, подкачал. Я мерзкий, это, конечно, ностальгия. Ну, а Финджеральд я вечерком люблю ставить, чтобы как-то у нее такой расслабляющий, такой голос все это вечером хорошо наслаждаться, вот уже когда отдыхаешь. Это вот музыка джазовая, она для вечера очень хорошо подходит. Ну, и удачных покупок, удачных находок, композиций каких-то музыкальных и фильмов. Ну, кстати, пишите тоже, какие у вас там самые любимые. Может быть, я тоже посмотрю, послушаю. Интересно же. Пока-пока. Надо умное лицо сделать. Умное лицо, умное лицо. И пошутить при этом. То есть нужно умное лицо и пошутить. Тогда будет очень смешно. Если сделать лицо с улыбкой и попытаться пошутить, будет не так смешно. Или наоборот. С улыбкой серьезную вещь сказать. Нет, это тоже не смешно. Вот именно с серьезным лицом надо шутить. Смешную-смешную шутку какую-то сказать, но лицо должно быть каменным. Серьезным. Абсолютно. Лицо серьезное у меня получилось, а шутку я забыл. За всем. Блин, что-то... Ведь хотел же пошутить. Пока про лицо думал, шутка улетела. Вот такая получилась штука. Спасибо за внимание. Спасибо... Подожди. Спасибо за просмотр. Да, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, жмите лайки. Нет, ставьте лайки. Жмите лайки. Пишите комментарии. Вроде ничего не напутал. Да, всем пока-пока.